Здравствуйте! На Первом Карагодинском, как всегда в это время, новости. С вами Сергей Высокосов. Давайте вместе посмотрим, каким увидели сегодняшний день наши корреспонденты. Жители поселка 33-й шахты вьют тревогу. Шестилетний ребенок стоял на корею открытого карьеры и чудом не упал вниз. В Карагане прошел четвертый международный инвестиционный форум «Караганда Инвест-2016». Подписаны международные меморандумы и инвестиционные соглашения в сфере экономического и социального развития области. Жители поселка 33-й шахты бьют тревогу. В пяти минутах ходьбы от домов ведутся серьезные работы по добыче угля. Открытый карьер манит своей высотой местных детишек. Татьяна живет в поселке 33-й шахты. Женщина воспитывает троих детей. Пару дней назад ее младший ребенок заинтересовался большим карьером, который находится в нескольких сотнях метров от дома. Он решил узнать, что же добывает огромные машины в яме. Сосед обнаружил шестилетнего мальчика на самом краю и вовремя успел спасти его жизнь. Никакого ни ограждения, ничего нет. Моего ребенка соседи, соседи прям споймали за ноги, можно сказать. Спасли его. А кто бы за это отвечал? Вот как наши дети теперь сюда ходят гулять? Раньше, по словам жителей, карьер был существенно меньше и никаких проблем не доставлял. Но его площадь постоянно растет. Это и пугает жалующихся карагандинцев. А если в ту сторону уголь пойдет, и туда они полезут? Сейчас жители улицы Байжаново и Батарейное беспокоятся лишь за одно. Скоро начнутся летние каникулы, а любопытству детей нет предела. Мало ли кто решит прогуляться до открытого карьера. Существенного ограждения, способного остановить ребенка, здесь нет. Именно его и просят возвести сельчане. Любые наши дети пойдут, если они, не дай бог, туда упадут, в заграждении ничего нет. Мы очень сильно боимся за своих детей. Ладно, засыпать они вот это вот, может быть, и не смогут. Но хотелось бы, чтобы они хотя бы поставили ограждение. По словам жителей поселка, они неоднократно пытались встретиться с руководителями карьера, но безрезультатно. Однако представитель ТО даже не знал, что жильцов что-то тревожит. Если бы они с какой-то просьбой пришли бы, не обращаясь прямо в телеканал, конечно, мы решили бы любой их вопрос. Почему? Потому что, во-первых, мы граждане республики Казахстан, а не какие-нибудь приезжие инвесторы или что. То есть мы поднимаем экономику региона, не только Казахстана, но и обеспечивается рабочим местом. Также Бахаткильдыни Азбеков заявил, что беспокоиться жителям не стоит. Все работы ведутся в соответствии с законодательством. Нормы соблюдаются. Осенью прошлого года проходило даже общественное слушание с участием Акимата Октябрьского района. К сожалению, жители поселка о нем ничего не знали. Объявление было напечатано в газете, но не все жители следят за информацией на страницах карагандинской прессы. Мы не хотим, чтобы случились какие-то техногенные катастрофы, техногенные правонарушения, чтобы чья-то жизнь покалечилась или сход какой-либо упал. Поэтому и были подняты вот эти борты в соответствии с законодательством, так как требует технический регламент. Мы всегда готовы на открытый диалог и мы думаем, что мы придем к взаимосогласию. Остается надеяться, что ограждения действительно будут установлены и никаких несчастных случаев в этом районе не произойдет. Екатерина Афанасьева, Исламбекаспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. 151 инвестиционный проект представлен в рамках форума Караганда Инвест 2016 на общую сумму 1,5 трлн тенге. Потенциальным инвесторам было предложено вложить деньги в агропромышленный комплекс, недропользование, государственно-частное партнерство, строительную индустрию и туризм. Подробнее в нашем сюжете. В Караганде состоялся четвертый международный инвестиционный форум Караганда Инвест 2016. В нем приняли участие 1035 представителей малого и среднего бизнеса, представителей потенциальных компаний-инвесторов, национальных компаний и местных органов государственного управления, а также участники из стран ближнего и дальнего зарубежья. На пленарном заседании, открывающем форум Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков подчеркнул, что впервые в истории проведения региональных форумов Караганда Инвест 2016 стала площадкой, презентующей инвестиционные проекты не только Карагандинской области, но и других регионов Казахстана. Площадка этого форума открыта для всех регионов. Сегодня помимо проектов Аргандинского региона, участники форума могут ознакомиться с представленными проектами Северо-Казахстанской, Ак-Тюбинской областей. Мы сознательно выбрали такой формат, поскольку у всех регионов фондации реализация и запуск новых проектов, которые должны внести свой вклад в копилку экономического роста Казахстана. В рамках инвестиционного форума в Карагандинской области побывала делегация из Италии во главе с руководителем транснациональной компании «Италбовини» господином Ремо Гали. Учитывая взаимный интерес, а также желая укрепить и развить дальнейшее сотрудничество, подписан меморандум о взаимном сотрудничестве на сумму 100 миллионов евро. До 2020 года реализована большая отпорная площадка от 15 до 50 тысяч уголов крупного рогатого скота. Этот племенной скот будет завезен в зарубежной селекции и он будет реализован. Он будет реализован у нас на базе крестьянских хозяйств в Жаке и Туа в двух районах, это в Карагандском районе и в Мариинском районе. Также планируется реализовать и другие проекты, такие как организация производства итальянского вина, строительство завода по выпуску мебели и строительных материалов, завод по переработке кожи и другие проекты, которые только укрепят экономику страны. Екатерина Афанасьева, Лжас Габасов, Исламбек Аспан, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. На 4-м международном инвестиционном форуме подписали 8 меморандумов о сотрудничестве. С кем теперь будет работать Акимат нашей области в следующем сюжете. В рамках 4-го международного инвестиционного форума Акимат Карагандинской области подписал меморандумы, определяющие условия сотрудничества в сфере экономического и социального развития. Был подписан план мероприятий по реализации соглашения между Акиматом Карагандинской области и Турецкой республикой о сотрудничестве и установлении побратимых связей. А также подписан меморандум о межрегиональном сотрудничестве между Карагандинской, Атырауской и Североказахстанской областями. Помимо этого состоялось подписание долгосрочного договора на изготовление проверочных газовых смесей между предприятиями ТАПАН и Казахстанским институтом метрологии. Между Акиматом Карагандинской области и предприятием Global Lime Industries был подписан меморандум о строительстве завода по производству извести первого сорта для обеспечения нужд предприятий металлургической, химической и пищевой промышленности. Завод будет располагаться в Осокаровском районе и позволит создать 105 новых рабочих мест. Присутствовали как представители большого бизнеса, так и малого и среднего. Мы также рассказали о новых продуктах, которые мы запускаем в этом году. Это поддержка франчайзинговых сделок. Рыночная ставка сегодня не совсем позволяет поддерживать такого рода проекты, но наши условия будут в два раза дешевле рыночных и доступны для предпринимателей. Это готовые решения по бизнес-продуктам и сегодня предприниматели могут покупать франшизы как иностранные, так и казахстанские и реализовывать их на территории Карагандинской области. Участники получили уникальную возможность познакомиться с иностранными делегатами и презентовать свой инвестиционный проект потенциальным инвесторам. После чего в рамках четвертого международного инвестиционного форума состоялось первое заседание регионального совета инвесторов. Екатерина Афанасьева, Исламбека, Спан, Олжас, Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. А-класса. Долговечность 60 лет. И всю Караганду, как на ладони. Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Сапыржан Дотбергенов рассказал гостям о строительных перспективах нашего города. Самые значимые объекты, по словам организатора, детские сады и школы, киноконцертный зал на 5000 мест. Объекты малого и среднего бизнеса, строительство объездной дороги, гостиничные комплексы. Мы бы хотели привлечь инвесторов, чтобы они строили наши объекты, которые в городе есть. В общем, большие возможности для инвестиций. Напомним, в 2007 году был разработан генеральный план города, который должен решить проблему десятилетней давности – хаотичной и бесконтрольной застройки города. Следует отметить, что бессистемное строительство действительно прекратилось. План был рассчитан на 30 лет, из которых 9 уже позади. Гостей действительно заинтересовало строительство в нашем городе. Сегодня я был впечатлен теми проектами, которые представляет Караганда и Карагандинская область для инвесторов, как казахстанских, так и зарубежных. И в частности, очень впечатлен масштабами проекта, связанного с генеральным планом развития самого города Караганды. Потому что здесь наравне с бурным жилищным строительством предусмотрены уникальные проекты социально-культурной инфраструктуры. Планируются в Караганде улицы Банковская и Ресторанная. Там будут расположены в одном месте все банки и рестораны. Аналог был взят с города Астана. Макет Караганды еще некоторое время простоит в стенах Дома дружбы, а затем перейдет в служебное пользование. Екатерина Афанасьева, Жаксылык, Нуртай, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. В послании президента республики Казахстан от 30 ноября 2015 года Казахстан в новой глобальной реальности, рост реформы, развития была поставлена одна из задач – расширение доходной базы бюджета и повышение прозрачности налоговой сферы. В связи с постановлением на аппаратном совещании в областном Акимате обсудили план мероприятий по изысканию дополнительных доходов в местный бюджет Карагандинской области на три месяца 2016 года, который утвержден 18 января 2016 года во объеме 3,7 миллиарда тенге по 15 пунктам. По итогам работы за первый квартал текущего года в доходную часть бюджета области поступило 28 миллиардов 629 миллионов тенге, в том числе от реализации плана мероприятий по изысканию дополнительных доходов в сумме 803,5 миллиона тенге или 22% годовому план-заданию по 26 677 налогоплательщикам, привлеченных к уплате. Выше среднеобластного поступления дополнительных доходов, а это 21,9% обеспечено городами Тимиртау, 31,3%, Приозерск 30,4%, Караганда 27,3% и Абайсим районам 28%. Наиболее низкий процент исполнения водорогового план-задания отмечается по Желаркинскому району, это 5,3%, Балхашу 7,4%, Караганда 27,9%. В разрезе плана мероприятий, то есть из 15 пунктов, низкое исполнение отмечается по 5, это 5,8% до 18,2%. Дополнительно поступившие средства от реализации плана мероприятий по изысканию доходов в сумме 803,5 миллиона тенге будут направлены на выполнение плана доходной части бюджетов регионов. О выявлении земельных участков по нецелевому использованию и о поступлениях платежей от выкупа земельных участков доложил руководитель Департамента государственных доходов по Карагандинской области Азамат Ахметов. Взыскан от бюджет резервов на сумму 22,4 миллиона тенге по 220 платежикам. Наиболее поступление по выкупу земельных участков составило в Бабайском районе по размеру 7,5 миллиона тенге по 64 платежикам. План мероприятий направлен на усиление активизации взаимодействия органов государственных доходов с уполномоченными и исполнительными органами. Результатом взаимодействия является поиск дополнительных источников для пополнения местного бюджета Карагандинской области. Но на этом работа по реализации плана мероприятий не заканчивается. А сердце Замбаева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. С 1 июля 2016 года начнется аукцион земельных участков. Вырученные деньги с 2500 тысяч гектаров пойдут в национальный фонд. Об этом и многом другом рассказали в региональной службе центральных коммуникаций. На брифинге обсуждалась тема о принятии земельного кодекса Республики Казахстан. Подробнее в следующем материале. В этот раз на вопросы журналистов отвечали представители государственных местных исполнительных органов и сельхозтоваропроизводители. Заместитель Акима области Шагурашид Мамалинов зачитал изменения и дополнения земельного кодекса. Первое изменение звучит так. Земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности, будут предоставляться физическим и юридическим лицам посредством продажи через аукционы. Если же по итогам двух аукционов участок не будет реализован, то он будет выставлен на аукцион, предусматривающий понижение цены участка от кадастровой стоимости до установленного минимального порога 50% от кадастровой стоимости. Зарубежные инвесторы и иностранные граждане смогут принять участие лишь в конкурсах, где будет реализовываться земельный участок сельхозназначения с предоставлением права аренды на срок до 25 лет. С июля текущего года местными исполнительными органами районов через аукционы планируется продать 250 тысяч гектаров, а это 370 земельных участков. Для проведения данной работы по области запланировано более 25 миллионов тенге. Руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Саяш Ахметов рассказал о нерациональном использовании, которое будет выявляться в результате контрольных проверок. Одним из критериев является отсутствие материалов, документов. Первое – это отсутствие усилхозтоваропроизводителя, проекта нахозяйственные землеустройства, отсутствие научно обоснованных силоборотов, книги истории полей и другие статистические документы. Они являются обоснованием для считать, что это нерационально используется. И в связи с чем здесь предусмотрены также согласно земельному кодекса и административному кодекса административные предупредительные меры. Эти и другие изменения в кодексе земельных отношений должны создать необходимые условия для введения в полноценный рыночный оборот земель сельхозназначения. Лариса Хусынова, Ужас Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. А у нас вновь победа. Карагандинские спортсмены по боям без правил вернулись с победой из Китая. Наши земляки на международном турнире выиграли золото. Борьба была жаркой, но наши спортсмены были уверены в своей победе и не подвели карагандинцев. В весовой категории до 61 килограмма участвовал Данияр Кайшебеков. Он победил китайского спортсмена болевым приемом. Данияр с детства занимается борьбой и считает себя достойным соперником. Ранее карагандинские спортсмены принимали участие во многих соревнованиях и не раз занимали призовые места. На соревнованиях я не испытывал волнения, я был уверен в своих силах. Соперники, конечно же, были сильными. У меня есть разряд мастера спорта не только по боям без правил, но и по боевому самбо и рукопашному бою. В весовой категории до 66 килограмма в турнире участвовал Алтынбек Бажимов. Он одержал победу досрочно. На данный момент спортсмен готовится к очередным соревнованиям, которые пройдут в мае текущего года в России. Оба борца являются воспитанниками спортивного центра Абадан. Ученики спортивного клуба принимают участие в международных соревнованиях по боям без правил в Китае уже второй раз. Поразившись борьбой карагандинских борцов, китайские тренеры пригласили обучаться мастерству борьбы в Китае. Сегодня трое учеников нашей школы Абадан уехали на чемпионат по боям без правил по республике, который будет проходить в городе Астане. Наша школа всегда была лучшей, и мы никогда не сомневаемся в удаче наших учеников. Мы очень много времени уделяем тренировкам и готовы выйти на бой в любую минуту. На сегодня в Абадане тренируется 50 молодых спортсменов, которые готовы покорять новые вершины. Осель Сазамбаева, Исламбекус, Пан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Ну вот и все на сегодня. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго, до свидания. С вами был Сергей Высокосов. Если у вас есть интересная информация, вы можете ей поделиться с нами по телефону 4206-49. А если вы хотите посмотреть наши выпуски, то смотрите нас на сайте Первого Карагандинского. До свидания, всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok